Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги Библия в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Наказание Давида И сказал Давид Господу, тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я. Когда Давид встал на другой день и утром, то было слово Господа к гаду-пророку, прозорлицу Давида. Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания предлагаю. Я тебе. Выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою. И пришел к гад Давиду и возвестил ему и сказал ему, избирай себе, быть ли голоду в стране твоей семь лет, или чтобы ты три месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении трех дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня. И сказал Давид гаду, тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие его, только бы в руки человеческие не впасть мне. И избрал себе Давид моровую язву во время сжатой пшеницы. Послал Господь язву на израильтян от утраду назначенного времени. И началась язва в народе. И умерло из народу от Дана до Версавии 70 тысяч человек. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря, «Вот я согрешил, и я, пастырь, поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова